здравствуйте всем добрый вечер ведем трансляцию из буштина узкая область тачевский район закарпатская область муцей шаббат глава бояра всем шалом из буштина яблонифки я пришел к выводу что нам нужно поставить вопросы что такое ги-юр немножко поговорить про ги-юр я зачитаю вам и свитка руд то есть есть свиток руд книга руд да мы говорили значит что недавно горели такие писания такие канонические неканонические это я много рассказывал да но есть книга которая вот называется книга ги-юра это книга руд цветок руд из него учатся очень многих важных вещей и там вот есть ответ на многие вопросы и так как эта книга которая она не длинная то ее принято вот так вот иногда в шаббат ночью учить это я хотел коротко пройтись ладно с вашего позволения потом вопрос и так и было когда судили судьи был стране голод страна это израиль а страна израиля и пошел человек из битлея хима иудейского чтобы пожить на полях мавитянских и он и жена его двоего сыновей это как бы начала обычно это предложение используют разные знаете таких телевизионных викторинах кто хочет быть миллионером да там нужно быстро на кнопку нажимать да там кто и было в какой книге написано было когда судили судьи все книга судей неправильно это специальная провокация до раз запоминается когда судили судей когда судили судьи можно подумать что это плохо судей раши переводят когда судили судей судья говорил а значит выми соринку своего глаза и мы говорили я соринку у тебя бревно между глазами торчит да сидя говорит и нечестный деньгах ты которыми миллионами взятки берешь то есть получалось ровно наоборот да то есть суди что-то говорили их никто не слушал то есть полный хаос анархии но говорит о том также что и судьи были не очень достойны а поэтому сегодня принято набирать судей самых лучших людей есть известная история и уже рассказывал значит был такой значит раввин варавтик первых пылицевых государства израиля вот он значит был министр почты при бенкурионе и одно время короткое был министр юриспруденции значит я учился с его внуком я проверил эту историю он горит а горит эта история правда мило место быть это не анекдот значит что когда создали государство израиль то не знали как вообще все функционируют две тысячи лет назад было с тех пор никто ничего не помню и поэтому было несколько евреев которые были там в польше всеми в литве в латвии и их освободили из гулага и сталинских лагерей привезли в израиль сразу там почти министром сделали так вот он был значит министр юриспруденции короткое время и искал судей и звонит ему бенгон говорит ну как там у нас дела судей если он говорит нет проблем а судей нет почему как напишут на 100 судей в торе как по торе судья это человек честный который ненавидит выгоду сона баться ненавидит выгоду не то что там ненавидит деньги ненавидит выгоду там чичиков брал борзыми щенками на не деньгами брал щенками брал не взятка выход из положения поэтому тора предвидела чичикова за много тысяч лет до мертвые души ненавидит судья который ненавидит выгоду и говорит ему право раптик бенгриону где могу найти тебе людей которые ненавидят деньги ненавидят выгоду сказал бенгрион дайм хорошую зарплату за деньги будут ненавидит выгоду за деньги человек готов за хорошие деньги человек готов много делать то есть за хорошие деньги человека не нужно брать взятки хорошая зарплата это принцип такой да тем не менее когда судили судей понятно нам это эпоха судей но это не книга судей свита крут написал порог шмуэль да он был последний из судей и вот был стране голод и пошел чек из бетлехима пожить на полях мавитянских ну эмигрировал другую страну бывает сел самолет бусик сел паспорт взял визу сделал страну почему нет он и жена и выводите ну нормально чек всю семью зону но что мы знаем из той же книги судей что это человек был не просто человек когда один человек уезжает в эмиграцию с семьей ну бывает а когда уезжает это чек или мелых следующем предложение имя того чека или мелых и жена его нами этот элеменных был судьей главой народа одно дико да просто человек уезжает а другое дело когда человек глава народа уезжает до представляете сегодня там зелинский возьмет там чемоданчик жену детей и эмигрирует как на это люди посмотрят вот тогда плохой пример хорошо хорошо тогда усложним ситуацию сложим ситуацию кто-нибудь там хороший глава которого любят ну представьте что есть да а теперь представьте что такой человек уехал главному врагу москву вот например да вот янукович до сел уехал москву теперь ма мы знаем что он тогда порабощал израиль то есть не просто там другая страна америка германия испания страна враг страна которая близко но люди воюют вот глава народа собрал народные денежки не не так это сегодня наоборот он был богатым человеком мы сейчас увидим что он был очень богат он был миллиардер под нашим понять так вот человек который глава народа который должен подавать пример в тяжелую минуту не просто кидает свой народ а уезжает врагу представляете это просто ужас это деморализация бывают примеры когда время войны кто-то переходит на другую сторону это человек просто к врагу переходит предатель почему это уже другой вопрос здесь идет война между странами глава одной страны переезжает представьте там не знаю там сталин собрал жену детей переехал там берлин сорок первом году сорок втором гитлер собрал чемоданчик и москву переехал то примерно за этой же серии человек просто полностью совершил вещь которую нельзя совершать если ты сейчас мы видим кстати почему он эмигрировал мы это сейчас увидим если ты не хочешь быть главой народа уйди в отставку такое бывает это можно если не хочешь быть судьей я люблю день я люблю вреду пожалуйста уходи в отставку ты не можешь быть одновременно до судьей брать взятки или или поэтому значит опять таки видимо он до ушел в отставку тем не менее опять таки сам факт когда да то есть когда тяжело когда война голод люди как-то да ожидают спасения от властей а власть наоборот заботится только о себе то это деморализует люди итак он уехал и он и жена вдвоем сновей а имя того чека или мелых жена его нами имена его сновей махлоны кильон и и фротяне из бетлехи маудийского и пришли они на поля мавитянске обосновались там теперь казалось бы имена его сыновей имена но что писание все имена имена значимым они что-то значит ну так я вам переведу махлон это болезненный а кильон это убийственный сейчас видим что они оба погибают знаете людей которых назвали болезненный или погибающих я никогда не слышал таких странных имен жизни я переводил пример там саддам хусейн из ирака и к слову это помянут саддам по-арабски это уродливый трудно поверить что мама так его назвала это кличка которую ему дали дети так ему относились поэтому знаете что все имена в писании это имена значим то есть писание относятся к этим двум сыновьям и к папе и маме отрицательных они плохие персонаж иначе вы дали другие имена то есть опять таки очень часто у человека есть его объективное имя но в историю он вошел под другими так бывает как бывает у человека много имен есть клички прозвища да и писание вот приводит самое худшее из них сначала они пришли на поля мавитянске потом обосновались по-еврейски есть пожить временно и пожить постоянно про это есть анекдот да там вы пробили нович здесь раби ночью разве это жизнь то есть это самом деле игра словно это перевод севрита то есть можно жить проживает по адресу это лагур а можно лихиот это обосноваться так широко жить поэтому когда евреи приходят в египет они говорят мы дают пожить лагур бано пожить чуть-чуть там на перекантоваться год два-три обосноваться о это корни пустить по-настоящему жить да здесь мой дом моя крепость да то есть и так они смотрите сколько грехов да значит человек придает свой народ уходит в беде и мало того еще обосновывается там у врага умер или милых муж нами сейчас видим не просто так умер их наказал бог она это будет скоро скажет напрямую и остался нас двумя сновьями вдова взяли не себе жен мавитяна одну звали рупа другую звали рупы прожили там около десяти лет то есть они верить называется лёхсив хетал пеша они добавили преступлению еще один грех они взяли жены евреек понятно что это нельзя теперь так как мы сказали что они принцы всех отец судья тогда не было царя в израиле судья был они или то они принцы принцы женятся на простых девушек из гастронома принцы женятся на принцессах деньги деньгам аристократы к аристократам голога кровь синей поэтому даже принцы принцессы в изгнании на простых людях на простолюдиных не женятся они женились на принцесс на дочках царя мавитянского одну звали рупа другую звали рупа прожили там около десяти лет и умерли также оба махлоны кильон сейчас увидим что тоже не просто так умерли а бог их наказал и осталась та женщина одна без обоих сновесных и без мужа своего и подняли сейчас увидим как это нами расшифрует все это происходящее она абсолютно все терезво правильно понимать и поднялись она с невестками своими пошла обратно с полей мавитянский обратно это взрыв потому что услышала она на полях мавитянских что вспомнил господь о народе дал ему хлеб было закончился эмигрировали там все хорошо можно обратно реэмиграция назад чемодан снова собрали поехали и вышла она с того места где жила и две сны невестки пошли с ней в ее путь теперь опять-таки в древности не только в древности сегодня многих людей когда девушка ходит замуж на приходит семью мужа знаете так вот это что у них то есть они семья мужа ушли она идет в израиль и они следуют в израиль они в той семье уже сегодня у рабов многих восточных культурах и религиях девушка уходит замуж уходит из своей семьи полностью другую семью в индии так на многих местах на востоке то последний и сказала на обоим невесткам своим нами ступайте возвращитесь обратно каждая в дом матери своей это видно что они сводные сестры не родные них общий папа царь мава а мамы разные царь один жен много они сводные сестры хорошо докажет вам господь милость которую оказывали вы и умершим и мне то есть они почитали мужей почитали своего тестя как отец мужа как тесть почитали тесте с моего да пусть воздаст вам господь дабы обрели каждый покой в доме мужа своего на желает им заново выйти замуж хорошо они тоже в доме и плацевала на их но они подняли вопы лизари дали сказали нет пойдем мы с тобой возрасте к народу твоему о но они-то возвращается к народу своему а никуда возвращаться это ни разу не были как они возвращаются к народу своему здесь вот уже мы видим первое определение гиура что это некий возврат возврат души сейчас увидим видим дальше чеки гиур не просто там что-то делает он каким-то образом возвращается очень интересное определение но сказал им нами вернитесь дочери мои зачем вам идти со мной теперь здесь есть очень интересный закон который сегодня не применяется русский звучит как полумат но это не это не ругательное слово называется и бум на иврите бум это следующая ситуация когда умирает женщина и у нее нет детей то брат умершего мужа и и берет замуж это на иврите называется и бум до в том что других культурах такого нет поэтому этому нет перевода этим словом и называют теперь если отказывается то это халица тоже два слова как когда нет перевода просто используем оригинальные слова смотрите спрашивают а как же так а вдруг она не хочет а вдруг он не хочет все это верно когда кто-то не хочет брака нет понятно насильно не женишься не выйдешь замуж но тем не менее есть такая некая митва некая заповедь да значит история на а самое главное я сегодня нет сегодня можно спокойно выходить замуж что если бы что-то с мужем не обязан за его значит братьев вот в общем это заповедь со временем ушла отменилась то что люди не хотели мудрецы это закрепили и поэтому есть еще местах где например кавказских евреях я видел документы еще сто лет назад все обязательном порядке делали отказ халица что значит брат умершего мужа не берет умершего есть места где-то еще делали но сегодня это митва неприменима в первую очередь почему потому что мы говорим одна жена один муж невозможно дать чеки на то второй брат возьмет вдову рассказать жена брата как сказать жена брата невесткам возьмет невестку не может у него сжена поэтому таким образом момент когда была возможность ситуация была у евреев ситуация один муж две жены это бывало момент когда ее отменили тысячи лет назад и соответственно вот эта вот ситуация брат берет вдову своего брата умершего тоже автоматически отменилась почти автоматически да значит опять-таки в торе даются два принципа почему такой брак делался называется ливератский брак первое восстановить имя умершего в израиле то есть у такой женщины нет детей этот брат они родят ребенка его назовут обязательно не просто как-то по-другому а имя умершего это первая мысль 2 чтобы не шел земельный надел как ни странно евреи раньше были очень крестьянские на земле жили и работали это потом они там европе в изгнании стали адвокатами шахматистами это случилось не сразу а вообще жили на земле работали на земле и поэтому да значит вдовой уходят и на дел земельным чтобы это не происходило значит ее брали жены и и брат так вот значит возникает вроде такая ситуация вот у них мужья этих обоих рут и умерли мужья может их еще там братья есть тогда надо оставаться есть вторая история про юду и тамар юда не знал а значит у него было двое сыновей да значит и они значит по очереди брали в жены тамар эронан эронан да значит теперь вот мы видим что умер эр говорит ему юда вот значит овдовела значит жена брата твой войди и это вот возьми свою невестку себе в жены то есть это пример выполнения этой западе он входит тоже умирает там еще есть третий брат да иуда опасается он не дает ее в жены перед сиди это вот пока подрастет то есть мы видим он маленький потом он видит она он он подросся она не дана ему жен что что там кто такой старше младше еще никогда никого не смущало не только сегодня это было раньше тоже дальше значит тамар делает то что делает не про это речь да значит там ну иуда как бы немного опасается что есть такая как это талмуд называет ишак атланит смертельная женщина пиковая дама да там не обязательно там ядовитых грибов подсыпает мужу в ступ абсолютно не обязательно имеется в виду что у такое вот счастье что все мужья и умирают да и поэтому талмуд это разбирает если это действительно так туда человек опасается это не просто тогда приду через без всякого там он упал на ножик и так 39 раз абсолютно случайно без подобных историй без угол общей тесто вот действительно вот что-то такое происходит разбирать особо это интересная тема мы когда-то учили это на раввинских этих дисциплинах да вот как что чего как мы считаем когда черная вдова когда не черная вдова да то есть там и опять таки мы там все авторитеты это число сокращают и стараются иначе пишет рабе ну там играть никогда не женимся в дизайн очень тяжелая ситуация в любом случае значит говорит это значит на уме своим невесткам вдова от своих сыновей горит им следующую вещь вернитесь до каждому значит мужу свою разве разве есть еще сыновья в очеве моем даже если я была бы беременна даже сказала бы себе если меня еще надежда родить даже если бы я еще была замужем да и было бы еще ночью с мужем тоже вышла замуж за кого-то другого и родила бы вам сыновей разве стали вы дожидаться пока не вырастут минимум 16 18 до 20 лет теоретическая ситуация да то есть нет зачем вам медлить оставаться без муж ними чек должен быть без мужа без жены это очень важная концепция которая сегодня почему-то на западе людям ноги мне понятно они живут сами по себе это неправильно не дочери моим очень горько за вас ибо постигла меня рука господня а то есть она правильно понимает что с ней произошло что ее муж двое сыновей не просто так умерли а это наказание свыше это рука господня но подняли они свопу и опять зарыдали и поцеловала арпа свою невестку на прощание смысле она уходит обратно к себе домой арут прилепилась к ней здесь мы видим да что не все проходят мир это вот пример как одна хотела притягиваю и потом отказалась от этой мысли одна осталась эта мысль и это нормально то есть никто никого не осуждает никто никому ничего не обязан никто не обязан проходить и у нас нет миссионерство именно в этом контексте и сказала нами вот невестка твоя смысле твоя сестра сводная вернулась к народу своему богам и своим богам и своим кидал поклонствам знаете какой был бог был у мава он называется к муж в торе знаете в чем заключалась его служба хорошо что маленькие дети значит они там как-то в туалете там испражнениями занимались это видно из книг такая вот два поклонства поэтому талмуд запрещает поклонства как они служат своими долом если это так у них то нам нельзя ходить в их туалет грубо говоря мавитянский туалет сложно это понять но вот так вот поэтому он называется в торе мерзость нормальному человеку такое в голову не придет а им пришло потому что опять таки эти вот мав да значит они там родились от дочери лота и лота дочери зачали от собственного отца там любые извращения были нормальными и так они служили своим богам в туалете извиняюсь за выражение и так возвращайся и ты заявляешь косты и на скала руд не проси меня покинуть тебя и уйти обратно сейчас самое центральное место нашего вечера слушайте внимательно потому что куда ты пойдешь туда пойду я где ты значуешь там я значу твой народ мой народ и твой бог мой бог где ты умрешь там я умру и там похоронена буду то есть все что мы сейчас сказали это есть определение гиура то есть все законы гиура талмуд кто боты других местах учат из этого предложения потому что мы видим сейчас вы станете в реке пройдет еще раз повторим это очень важно я всегда всегда горел на курсах я пребывал там в мотиве когда начался возьмите говорю обведите красным повесьте себе стенку и повторяйте каждый день это принцип итак еще раз куда ты пойдешь туда я пойду раз где значуешь там я значу два твой народ мой народ 3 твой бог это мой бог 4 если ты умрешь там и я умру 5 там и там похоронена буду ну-ка пять с половиной шесть смотря как считать итак здесь есть много разных вещей правильно то есть она говорит в целом что я абсолютно как ты я становлюсь тобой на всех смыслах мидраж опять-таки говорит что там был некий диалог который значит расшифровывать следующим образом значит то есть но мне объясняет ей как нелегко быть евреем израильтянином значит говорит что куда ты пойдешь туда я пойду что что здесь можно сказать сказала ей нами у нас есть законы разделения между мужчинами и женщинами что нельзя уединяться чужим мужчинам чужим женщинам мари было ровно наоборот и там если их проматерь родила от собственного отца и там было ровно наоборот из текста торы и писание видно что там даже не дай бог педофили воспринималось как нормальные вещи именно и более того даже там за фили связи животными там тоже поэтому то раз запрещает у них даже животных поэтому там увидим вторих до животных нужно истребить потому что потому что они там вторих живых оставляют только тех кто там не знала мужчины с те кто не занимался грехом отвечает ирут куда ты пойдешь туда я пойду если разделение то разделение мы сейчас увидим дальше что это она сказала но на это абсолютно не поняла сейчас увидим человек который вырос другой культуре он привык другим вещам это нормально и так где ты значуешь там я значую опять-таки это можно по-разному понимать но опять-таки это тоже речь о том что у нас очень сильный закон и скромность да очень все разделено она с тем согласна твой народ мой народ твой бог мой бог обычно люди думают что вот это центральный принцип пью вот эти два слова твой народ мой народ твой бог мой бог это верно только это не все там есть чуточку до и чуточку после смотрите грубо говоря здесь есть два аспекта сейчас увидим на самом деле три пюре из три аспекта это очень важно понимать первый аспект национальный второй аспект религиозный а сейчас вы здесь еще третий контроль обычно упускает и так твой народ мой народ народ это национальности что евреи это нация народ чек проходящий юр становится евреем на национальном уровне нет никакой разницы единственная разница что девушки могут выйти замуж за конами почему там нужна традиция кони это традиция они обучают людей во втором поколение никаких проблем наоборот талмут говорит что внуки конами внуки гера могут стать конами если его дочки выйдут замуж за конами внуки будут конами это нормальная ситуация абсолютно хорошо как твой бог мой бог это понятно чек воспринимает полностью на ее уровне отрицает много божия единый бог все законы тура не только те которые мне нравятся есть законы которые может мне не нравятся есть законы которые может быть на мне время нравится есть законы которые с ними мы имеем проблемы мы говорим да у нас есть проблемы но мы их не отменяем их не отвергая есть процедура как меняются законы если это законы мудрецов закону туры мы не можем при всем желание отменить и бог дал они могут нам не нравится может мне в субботу хочется на футбол пойти кому-то говорит когда значит человеку предлагают покушать там свинину он говорит не говори она не вкусно может кому-то она вкусно сколько людей на вкус и цвет свинины нет кому-то вкусно кому-то нет на что он человек говорит ну что я могу поделать что бог господь запретил мне еврею может быть она вкусно может не вкусно это неважно здесь запрет он не гастрономический он запрет он запрет поэтому твой бог мой бог но самое интересное начинается дальше где ты умрешь там я умру и там буду похоронена здесь не даже говорит что там начать четыре смерти не есть еврейская традиция них нет это эти теоретически меньше раньше были сегодня я старт наказали воды я суммирую то что здесь написано юристри аспекта национальный религиозный и 3 самый главный общность судьбы то что она говорит где ты умрешь там я умру там буду похоронен это называется опытная судьба то есть мы надеемся что все будет хорошо с нами но мы не знаем мы не знаем что будет завтра она говорит куда я пойду ты пойдешь евреев выгоняют изгоняют сколько раз изгоняли из англии из франции из германии из волонии из подоле польши были везде выгоняют ты готова к этому она не говорит да ты готова умереть пострадать за веру в прошлый раз говорили вон в уж городе опрокинули минару я сказал что было можно и нас бы то пихнули ногой в турек да в уж то есть это не просто там предмет пнули было возможности нас выпнули венгрии и живьем скидывали дуна и посреди будапешта связывали руки там сейчас памятник поставим даст такие обувь такая людей живьем скидывали в реку это было не так давно не так далеко отсюда поэтому это нужно понимать что быть евреем очень легко и мы платим за это большую цену это нужно понимать это легко говорить да я готов на все а когда не дай бог приходит это тяжело мне рассказывали здесь продавая вред здесь тут закарпатье что он до войны когда уже была чехословакия отбрали венгрида чехословакии значит он тут где-то недалеко он пошел гюр и женился на еврейской женщине были дети пиши нацисты всех их послали в отвенцу моего нет почему потому что циста рассматривали в лев как раз соответственно в раз и нельзя прийти из раз и нельзя уйти соответственно он родился русином он остался то что что он там сделки юры их это не волновало они в нем еврея не видели что он не еврей по рождению были случаи наоборот когда евреи на двух крестились их тоже расстреливает этой истории детштейн из германии очень известна она была еврейка устала там католическая монашка и он там кратка славу турни расстреляют вытащили там утром расстреляющий известная история то есть то что она крестила сегодня спасло они в не видели раз он остался велика понимает поэтому и таки быть евреям это нелегко это довольно тяжело и поэтому она не случайно здесь говорит куда ты пойдешь туда я пойду это намек на будущее изгнание да где ты умрешь там я умру почему на игре ты танцуешь там я танцую где ты там на свадьбе там я на свадьбе они говорит какие-то позитивные вещи она готова и к тяжелым вещам потому что опять таки она на самом деле да вот обладала таким пороческим духом руд и поэтому опять таки это не просто так что отговаривают когда человек приходит отговаривают его потому что это действительно тяжело не на уровне анекдотов там тяжело кошерно питаться из субботы тоже тяжело человек может привыкнуть ко всему это тяжело физическое смысле слова это нужно понимать это нужно понимать и это то что она здесь и говорит датчик против него расспрашивать натика у нас вопрос всегда беден спрашивает датчик про бьюр это стандартный вопрос значит у нас один и воровин хорошо сформулировал где ты видишь себя через десять лет кем ты видишься через десять лет в разных формировках что имеется в виду имеется в виду и общая жизнь кем ты работаешь где ты живешь но и в время и еврейская жизнь как плюс эти 10 лет если чек говорит как я сейчас только 10 лет старше 10 лет красивее умнее богаче то такой чек не проходит до то что говорил что должен быть в резком обществе нужно где-то быть возле общины возле синагоги ты можешь быть один ты можешь быть в пустыне на поэтому у нас есть случаи когда люди застряли реально человек живет деревне там нидерзаксоне нижней саксонии у него мама болеет он не может покинуть маму мама может приехать там нет ничего человек застрял он хочет она на самом деле неважно она хочет пройти но не может то есть она застряла там нет общества нет общины человека который один сам по себе не сделки поэтому одно из тяжелых требований на которые у нас говорят сегодня через когда вы живете в израиле у вас все хорошо нужно ничего менять там везде есть а когда вы живете в германии закарпатии поэтому я ученики которые уже три раза переехал они не жили в карлсруя это место где есть общины здесь работающая синагога сказали этого мало потому что была молитва каждый день там три-четыре раза в неделю как у нас было они перехали во франкфурт сейчас переехали швейцарию то есть если еще три-четыре раза переехали с берлин ванкверпет то есть без этого период не пройдешь и поэтому люди таким образом стекаются в крупные города то что практики происходят поэтому никто не обязывает человека бросить свою землю и свой дом в крупный город мы говорим его это вот где ты там я куда ты пойдешь там я пойду то есть человек не может быть один община герах тоже невозможно то есть возможность община пришел один-два герах одна-две судьи но не наоборот иначе люди просто придут не туда у них нет традиции не знаю что делать понимаете поэтому опять-таки грей с одной стороны это народ как все с другой сторон не как все это то что то есть народ израилев среди народов не числится это вот традиционный 70 народов по талмуду сегодня больше евреи 71 не похоже на эти 70 сейчас был была суббота нового месяца шаббат мувархин я говорил да что новый месяц и столько евреев ни у кого не новогодность у всех первого сентября 1 января 1 апреля новогодность у всех новый месяц нет ни у кого только евреев субботы нет никого только евреев то есть это очень особый народ и не любят нас по-особому тоже любят в кавычках поэтому человек должен ясно осознавать на что он идет про это идет речь понимаете про это идет речь значит и и лишь смерть разлучит и она значит чё клянется пусть да воздаст мне господь еще усугубит если разлучит меня с тобой лишь смерть это клятва если наклянется даже нужно даже похороненным быть да мы говорим что есть христианское кладбище мусульманское еврейское то есть при жизни можем жить рядом но не вместе и при смерти раздельно и увидела та нами что она рут настаивает на том чтобы идти с ней идти с ней это идти к еврейству и тергию идти в израиль она возвращается место где ни разу не было это и и перестала отговаривать и это то что на ком-то этапе и шли они обе пока не пришли в бетлехом а когда пришли бетлехом это опять-таки столица иудеи там где ее муж покойный был судьей глава народа воздавал взволновался за них весь город еще раз жена главы народа вернулась и женщины говорили неужели это нами на мина видите приятная хорошая и она сказала не злит 종и не зовите меня мара марат наведите горько есть имя мар Parece хорошо пахнущая это драгое а мар már через а это горький марагарки да не там в пустыне когда прошла там была горькая вода мэймара горькие воды там мы все кидали дерево стало сладким мара евреи взяли из-за карпать итак не зовите меня нами приятная зовите меня марок горько слушайте ибо послал мне всемогущий горесть великую бог послал мне в лику беду двоеточие уходила я в достатке и возвратил меня господь с пустыми руками как можно уходить в достатке вернее как понятно вопрос зачем из чека много денег зачем уходить я рассказывал историю нашим ад рассказал немножко про марокканских евреев там один нас еврей пошутил на вышу когда шутки с дыра шутки он сказал значит когда евреев стали выгонять из марокко сороковые 50 и 60 и не сразу но последовательно огромный станет делать и все то говорит было три группы самый горит бедные быстро собрались и поехали в израиль самые средние собрались не очень быстро и поехали во францию самый богатый остались на месте быстро собрались и остались на месте то есть там осталось небольшая община богатые люди люди там я знал там одного владельца там рыбного рыбной фабрики консервы производят в общем да то есть богатым людям тяжелее всего уехать бедным легче всего подняться правильных ничего не сдерживать правильно богатым телесе у них положенный бизнес жизнь налажена возникает вопрос если ее муж был глава народа она первая леди и они были в достатке то чего имигрируют вроде как написано в стране был голод в израиле в достатке то голод их по-моему не касался у них холодильник и подвал был забит еду талмуд говорит талмуд говорит что когда наступает сильнейший голод можно покидать израиль в то есть авраам уходе до яков уходит израиля когда сильнейший гол чтобы сильнейший голод опять-таки переводя на наши деньги когда пшеница по цене золота то есть когда хлеб на без золота буквально то тут уже ничего поделаешь нужно уходить все остальное нужно оставаться а теперь слушайте почему не уехали эмигрировали еще к врагу не за комфорт никто был комфорт да богачи даже при голоде у них все хорошо сказал или милых себе частность такой голод я должен всех бедных кормить они эмигрировали чтобы спасти свое золото и потом у них и у богатых таких как они глава народа то что не брал за ткани и того что он судяк это деньги это ему никто не являет есть богатым которым даже хлеб по цене золота пойдет человек хотел он не хотел помогать своему народу беднякам в трудный час решил сэкономить деньги перевел все насчет фестарском банке улетел швейцарь если вы на теперь смотрите происходит ровно наоборот да значит и так уходила я в достатке а вернулась пустыми руками что здесь происходит происходит божественный принцип я разомеру ты хотел сэкономить деньги я сделаю так сегодняшний штык потеряешь сейчас увидим может быть уже не сейчас следующий раз продолжение сделаем что там был кто-то другой именно его брат который велся ровно наоборот который помогал бедным содержал свой счет и разбогател смотрите внимание ровно наоборот что это то что горит пророк мои мысли не ваши мысли так же далеки небо и земля так далеки мои пути от ваших путей человек мыслит по-человечески когда я отдаю у меня уменьшается когда я оставляю себе у меня увеличится деньги материальные ценности бог говорит ровно наоборот когда ты отдаешь ты увеличишь свое состояние когда ты не отдаешь ты уменьшаешь это то что написано про мастер про десятину что да что отделяющий десятину увеличится благосостояние более того написано что всевышнего нельзя испытывать бог бог сделано чудо об этом можно значит мидраж танхума говорит ассер альминат лит ашер и тогда словно и видите да и на же коре значит отделяй десятину чтобы разбогатеть словно перевод в том что у нас 10 айн шинрейш это корень десятина десятая часть это временно ашир богатый то есть есть связь тот отдает десятину он богатей и больше не меньше то есть обратить внимание это будет ровно наоборот мы думаем что мы себе оставляем деньги бог сделает так чтобы мы их потеряли мы сегодня с одним человеком обсуждали когда шли синагоги я расскажу про себя что я ему рассказал да значит что у меня была настоящая история значит я договорился с одним там чеком и должен был дом покрасить и он очень мало попросил и обрадовался а потом выяснилось что он неправильно сформулировал а что духа немецкий знал в общем гораздо реальную сумму запросил полторы тысячи евро я говорю нет ты же сказал 400 ну в общем устный договор тоже договор я думаю через короткое время потерял полторы тысячи я даже не сопротивлялся потому что я понял что я был неправ то есть я в итоге заплатил 1900 то есть я потом уже понял что я был неправ что я должен был понять что так дешево люди не работают он неправильно сказал он потом назвал реальную сумму нужно было дать реальность то есть он изменил слова договора я должен был идти с ним я сказал не идем по закону устный договор тоже договор он мне сказал да тут же пришло письмо ровно та же сумма плюс 400 то есть я даже не сопротивлялся я понял что это мне наказание потому что да мера за меру ты думал полторы тысячи сэкономить вот я господь позабочусь поэтому ничего не сэкономил только потерял деньги поэтому я говорю про себя тот человек там другие суммы рассказал другие истории принцип тот же самый ровно та же сумма что поэтому опять таки если мы хотим что-то сэкономить то сверху не позаботиться что деньги от нас все равно тут лучше на технических делах это мы с этим человеком сегодня после синагоги по субботней молитве пришли к выводу то лучше их пожертвовать на что-то доброе деньги все равно не так лучше чтобы не полиции там на углу и не там и не сам а лучше чтобы они член доброго делал поэтому ровно наоборот ты отдаешь деньги жертвуешь ты приобретаешь ты оставляешь себе ты их теряешь это тоже проверено проверить на жизнь а значит поэтому они ушли из израиля чтобы сэкономить день все сами миллионы и в итоге она стала бедным осталось ни с чем это еще раз она очень четко расставляет точки над и она говорит на прямую и уходила я в достатке а возвратил меня господь с пустыми руками все что постигла умер муж умерли ее сыновья окей бывает давая тоже богата все потеряла и мужа и детей деньги носил меня господь с пустыми руками зачем же меня зовете нами когда господь осудил меня она не уменьшает свои доли в том что они ушли из израиля возможно она была инициатором отдела нежно складывать подиграть по жертву все равно деньги уйдут на какую-то глупость лучше пожертвовать на доброе тело чем тратить деньги на какие-то когда не жертвуешь когда господь осудил меня всемогущий навел на меня беду не просто так беда пришла всемогущий навел на меня беду этот седук один она принимает на себя что все что пришло пришло справедливо мы когда хороним дай бог людей говорим некий текст где это вот принимаем на себя что все что произошло это воля всевышленная человек умер это свыше так и пернулась нами рут мавитянка невестка ее спали мавитянских а пришли не из битлехин к началу жатве очменя это вот шаботом конец мая начало июня начало конец весны начало лет это первая глава как я вам показал про геор это только начало поэтому я думаю мы продолжим еще приходите завтра завтра у нас будет общий урок на другую тему 16 за киевским часом будем рады вас видеть сейчас вопросы поэтому продолжим эту тему следующий раз хорошо вы мне прощаете че замгусе за стеночину да я хочу пожалеть вот что выводить можно но все постепенно все должно откладываться нужно откладываться хорошо поэтому я вот только намекнул то что говорит писание хорошо тогда мы прощаемся приходите завтра все в 16.00 за киевским временем на центральную роги шковицы всем шалом из гуштиной блунивки пока